Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена Лайв. Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Лены во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. И активнее жмите на лайки, если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров. Говорят, что лайки продвигают видео. Ну а мы переходим ко влогу канала Лена Лайв. Папа не смог подвезти Лену, представляете? И Оксана не смогла, вечный извозчик. Пришлось Лене и маме как-то добираться вдвоем. И насколько я понимаю, мама ночевала у Лены, небывалое дело, да, с тем, чтобы с утра вместе выехать. И на распаковке из василька мама тоже была, да. В общем, Лена пока уживается с мамой. Как-то вот они притираются друг к другу. Пока вроде ничего, так дела у них идут. Посмотрим, что да как будет дальше. Насколько нам известно, отношения между Леной и мамой, ну, трудно назвать идеальными. В общем, приехали они наконец-то в аэропорт, со всеми остановками в пути они ехали и на выезде Зеленограда их остановили. Полная проверка документов, что-то там еще, в общем, досмотр машины. В общем, не без приключений они добрались до аэропорта. Но больше всего мне, конечно, понравилось, что Лена заявила, что им пришлось ехать на такси в аэропорт, потому как папа не смог их подвезти, так как машина не заводилась и печка не включалась. А без печки ехать, ну, просто невозможно. Нельзя ехать без печки. Думаю, так если машина у тебя не заводилась, то как-то вот, я так думаю, что больше невозможно ехать без заведенной машины. И печка, понятное дело, уже на втором плане, да. Но нет, Лена считает, что вот если печка не работает, то уже как-то особо ты не поедешь. А то, что вот машина не завелась, это все ерунда. Очень много людей хотело полететь в Сочи. И когда Лена увидела огромное количество людей, Лена заявила, что они же полный автобус набьют, указывая на людей. Поэтому автобусом ехать изначально Лене не особо хотелось. Но что сделаешь, авиакомпания дешевая, поэтому да, приходится терпеть. И по автобусам их рассадили и везли к этому самому самолету. В автобусе холодно. Конечно, двери автобуса почему-то, по словам Лены, закрыты не были во время того, как они ехали к самолету. В общем, короче говоря, никаких удобств. Лена намерзлась и решила, наверное, что в следующий раз она все-таки подумает о своем комфорте в первую очередь. И уже будет лететь более-менее дорогой компанией. В аэропорту, понятное дело, Лена перепутала калибратор с коллаборатором, с коллаборантом. В общем, с чем только она его не путала. Наконец-то она сказала, это ж калибратор. Ну да, Лена, это калибратор. Сумку дамскую хочет она все-таки с собой взять в салон самолета. Но говорит, что если сумка будет большего размера, больше габаритов, чем предусматривает эта авиакомпания, то, конечно, придется доплатить. И, в принципе, Лена чуть позже скажет о том, что, да, за все услуги, так сказать, дополнительные пришлось доплатить столько, что, конечно, в итоге она решила, что надо было бы ехать более дорогой. Точнее, лететь более дорогой компанией. Но скупой платит дважды. И Лена только сейчас это поняла. Что ее не кормят в самолете, некомфортно было лететь. И расстояния между ногами нет. Да, Лена так и сказала. Расстояния между ногами нет. Это Лена имела в виду то, что вот при сидении уже в самом салоне самолета, расстояние между коленями и следующим сидением совсем маленькое, да. И действительно вправо-лево повернуться уже, конечно, какой-то дискомфорт будет. Ну, а Лена потом заявила, что взлета у них не будет сегодня. А потом добавила видео. Я думаю, ну все, теперь еще и самолет вообще не взлетит. Но нет, только видео не будет, потому как Лена сидела не у иллюминатора. И задержка рейса была где-то на полчаса. В общем, да. Очень интересно вообще, конечно, они по этому самому аэропорту передвигались. Мама Лену как будто бы не слышала. Она с этим чемоданом умчалась вперед. Лена что-то ей говорит. Мама ей не отвечает на ее вопросы. В общем, да, контакта между матерью и дочерью, конечно же, нет. Но больше всего меня поразило то, что... В принципе, я такого еще не видела, конечно, да. Люди, которые уже прилетели, они должны были ждать, пока придет работник аэропорта и откроет им двери. То есть вся эта толпа, она ждала минут десять, пока придет человек и откроет им двери. Они уже и стучали в те двери, они что только не делали. Это вообще нормально? Конечно, я тут Лену могу понять. И этих людей тоже могу понять. Конечно, настроение от этого не улучшится. Но я не знаю вообще, как сотрудники аэропорта допустили такую ситуацию. И Лена поняла, что экономия боком встает. Почему не выходит боком? Не знаю, но встает экономия боком. Ну что, наконец-то они вызвали Яндекс.Такси. И их довез таксист до этого самого санатория. Санаторий напомнил Лене, санаторий Советского Союза. Такое все какое-то не особо современное. И курортный сбор еще 800 рублей. Лену тоже, понятное дело, эти растраты не порадовали. И говорит, что да, действительно было бы проще и дешевле полететь в Турцию. Но, говорит, мы сюда приехали лечиться. Вот мне очень интересно, какие процедуры Лена все-таки себе возьмет. Они взяли путевки без лечения. Просто как дом отдыха, что ли, они приехали. Как какой-то отель, что ли. Но я так понимаю, что будут уже на месте определяться, кому какие процедуры захочется взять. А за них будут просто дополнительно платить. Вот и все. Так тоже можно. Конечно, не понравилось Лене и маме, что надо подавать заявку на посещение бассейна. Не так, когда тебе захотелось. А вот надо через регистрацию как-то это все дело оформить. Конечно, это не нравится. Ну, что же сделаешь. В санатории это тебе не отель, не дом отдыха. При заселении, конечно, никто не помог чемоданы донести. Лифт не предусмотрен. В общем, сами несли свои чемоданы. И мама сама перла, не побоюсь этого слова, свой чемодан 11-килограммовый по тем лестницам, по тем ступенькам. Лена даже не подумала ей помочь. Лена свой чемодан, который, как она сказала, пометила с тем, чтобы его не перепутать с каким-нибудь другим чемоданом. Да, пометила. Вот как собака или кошка бывает. Да, кошки, коты. Метят углы. Вот так Лена пометила свой чемодан. И Лена даже не подумала о том, что маме надо было все-таки помочь. Сначала один чемодан донести, потом вернуться и другой чемодан. Нет, мама все сама. На Лену мама вообще не надеялась. Я уверена, что если бы вместо Лены с мамой поехала до Оксаны, ситуация была бы абсолютно другой. И, конечно, Лена вышла первым делом на балкончик. Говорит, ой, какой тут балкон есть. Море видно с балкона. Морюшка, сказала Лена. Ну, понятное дело, морюшка. По-моему, Судакова называла море морюшком, если я не ошибаюсь. И Лена как может отстать от любимого блогера? Да никак. Судакова, говорит, морюшка. Значит, и Лена тоже будет вслед за ней повторять морюшка. В номерах нет вай-фая. Конечно, Лену это не радует. Но, в принципе, она об этом знала изначально, когда она только заказывала номера в этом санатории. Очень порадовал Лену кулер в коридоре. Говорит, ну, вот теперь можно будет чай себе с утра как-то вот заваривать. И вообще, говорит, сейчас будем раскладывать с маманом вещи. Думаю, это как, с маманом? Ну, не зря тогда Ваня Лену назвал маман. Почему? Потому как Лена свою маму называет маман. Ну, вот, удивляться особо нечему. Какие родители, такие дети. Я очень сомневаюсь в том, что Оксана назвала бы свою маму маман. Ну, а Лена что? Лене можно все. И таким тоном она с мамой общалась. Таким вот, ну, посмотри сюда, посмотри туда. Ну, что, ты не видишь, что ли? Ты что, не слышишь? Мам, посмотри, тут море, слышишь, мам? Ну, ужас какой-то. Я вообще не понимаю, как можно так разговаривать. Высокомерно, свысока, гаденько так. И это надо учитывать, она говорит, с родной мамой. Ну, и понятное дело, что делает мама в первую очередь, когда она заселилась в отель? Тут же звонит Оксане. Оксане звонит, она не звонит мужу своему, она не звонит кому-либо еще, она звонит Оксане. И разговаривает с Оксаной, говорит, как они добрались, как они заселились, ну, и так далее. Очень я сомневаюсь в том, что если бы мама приехала с Оксаной в санаторий, первым делом мама звонила бы Лене. Но никогда в жизни она Лене не позвонила бы. Лена счастлива. Нашла она бесплатный Wi-Fi. Говорит, вот, есть бесплатный Wi-Fi в этом отеле. И, конечно же, надо снова регистрироваться как-то, надо кучу инструкций, Лена говорит, выслушать по телефону, и только потом дадут этот самый бесплатный Wi-Fi. Но, опять же, есть зона бесплатного Wi-Fi в отеле, а в номерах по-прежнему Wi-Fi, конечно же, нет. Стены слишком толстые, и сигнал не проходит. Сидит Лена в зале для развлечений и говорит, 10 минут сидения в кресле 200 рублей. Ну вот, всё правильно. Всё поставлено на финансовые, такие вот экономические рельсы. А как Лена хотела? В санатории не ахти какой. Кстати говоря, на балконе такие трещины в полу, что просто страшно становится. Перила не крашеные, не отшлифованные, старые, страшные. И я бы на тот балкон, кстати говоря, на месте Лены очень побоялась бы выходить лишний раз. А Лена, наоборот, говорит, теперь, мол, я тут буду проводить большее количество времени. Я просто побоялась бы в целях собственной безопасности. Но Лена что? Лена увидела морюшко, и теперь она, я так понимаю, будет жить на этом балконе. Перешли они в столовую. Хотела Лена в ресторан, но её садили. Сказали, тут у нас столовая, а не ресторан. И по записи Лена говорит, да, чтобы лишний раз не пришли и не позавтракали. Лишний раз не пришли и не пообедали. Или поужинали два раза, чтобы никто не пришёл поужинать. Всё по записи, всё по регистрации. Ну, конечно, Лену такой отдых не радует. Понятное дело, что она привыкла абсолютно к другому отношению к себе. И она не привыкла жить с мамой рядом. Представляете, 16 дней она живёт бок о бок с мамой. Первым делом, понятное дело, они в этом номере раздвинули кровати. Я подумала, если бы она с Ваней приехала, то кровати оставили бы они сдвинутыми. Ведь они первым делом обычно сдвигают кровати, когда с Ваней приезжают куда-нибудь в какой-нибудь отель. А то вот раздвинули кровати, между ними тумбочку поставили. В общем, да. Я так думаю, что и мама, и Лена будут просто мучиться в этом самом отпуске. Не будет мама до конца расслаблена, и Лена тоже будет напряжена. Хотя, в принципе, вы знаете, Лена блогер. Она будет пилить контент в первую очередь. Да, ей по большому счёту, в принципе, всё равно, кого позорить. Я так думаю, что она будет маму снимать во всех мыслимых и немыслимых видах. Почему? Потому как все мы помним прекрасно, как Лена умеет подставить своего ближнего. То Ваню, то маму. При каждом удобном случае она подставляет их. Да, снимает их не в том виде, в котором надо бы. Правда ведь? Правда ведь. И почему-то считает это нормально. Оксана, кстати говоря, когда Василёк прислал ей какие-то ночные рубашки, какие-то халаты и так далее, она в первое число сказала, это для мамы. А вот сделала бы точно так же Лена, я думаю, что нет. Потому как Лена ещё ни разу не подумала о том, что маме тоже что-то надо. Ну, не было такого. Оксана, зная, что мама уезжает в санаторий, она в первую очередь позаботилась о маме. Она именно для мамы заказала какие-то халаты, какие-то ночные рубашки. Какие-то туники, что там ещё было, носочки какие-то. Всё для мамы. Как-то так, да. Поэтому, повторюсь ещё раз, с Оксаной и маме было бы намного комфортнее. И Оксана не снимала бы маму в неудобных каких-то моментах. А тут, мне кажется, шоу только начинается. Мы ещё увидим, на что способна Лена ради большего количества просмотров и комментариев. Дай Бог, чтобы я ошибалась. В столовой Лена говорит, мам, вон там крайний стол, слышь? Ну, таким тоном она сказала, ну, ты что, мам? Ты что, не видишь, не знаешь, где мы сидим? Какое место я выбрала, какой стол я выбрала, мам, слышь? Ужас какой-то. В общем, мама взяла себе, по-моему, грудку куриную одну и совсем немного салата. В отличие от Лены, Лена взяла, конечно, побольше порцию, такую достаточно серьёзную. Она хочет, наверное, восполнить и пропущенный завтрак, и пропущенный обед, потому как прибыли они в отель только к ужину. И идут они снова в номер, Лена уже дышать не может. Лена так наелась, что действительно дышать ей очень трудно. Мама идёт налегки. Ну, а Лена как Лена. Она когда видит еду, шведский стол, она прямо, ну, я не знаю, как с цепи срывается. Надо съесть всё и побольше. И после этого она говорит, что хочет похудеть. Да никогда в жизни у неё не получится похудеть. Да, там написаны калории рядом с каждым блюдом. Но, извините, всё хорошо в меру. Если Лена и дальше будет так продолжать есть, как вот она сейчас поела, кстати говоря, перед сном уже, да, ужин, то я сомневаюсь очень, что она похудеет за эти 16 дней пребывания в санаторий. Как по мне, так она ещё и наберёт. Но посмотрим, конечно. Возможно, я ошибаюсь. Маме, кстати говоря, еда не особо понравилась. А Лена, я говорю, наела как не в себя. Лене всё очень понравилось. Ну, а завтра что? Завтра они пойдут гулять, так сказать, на разведку. Будут осматривать местность. И, я так понимаю, Лена будет снимать. А почему бы и нет? Нашла она зону с бесплатным АПМ. Так что, я думаю, чтение отменяется. Говорила ли она о том, что в библиотеку она запишется, да, вот эту библиотеку санатория. И будет книжки читать. И Пелевина она перечитать хочет. Ну, я так понимаю, что всё это накрылось медным тазом. Лена блогер в первую очередь. И она будет снимать, она будет пилить контент. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok